итак друзья всем привет из солнечной долины калифорнии сегодня у нас кулинарное видео многие пишут что это вы перестали снимать что вы готовите снимайте что вы готовите ну как бы так вроде уже все вам показали что мы готовим но вот какое-то еще что-то новенькое будем снимать сегодня мы будем готовить салат с тунца значит что нам будет ну с тунцом да в общем что нам для этого понадобится непосредственно для салата естественно нам понадобится тунец вот такой вот в банках мы покупаем обыкновенный вот он беленький потому что тунец есть знаете да красный вот эти ахи тюна он красный а вот это вот албакор он белый просто в воде обыкновенный тунец да без ничего две банки я беру значит по поводу количества опять же я уже всегда говорю но еще раз повторюсь смотря на то количество на сколько людей вы собираетесь готовить да и как бы на кто что любит то есть можно добавить там чуть-чуть побольше например огурчиков можно побавить чуть-чуть побольше каперсов кто как любит да поэтому я не говорю там ложку того ложку того я никогда так не готовлю я всегда готовлю вот сколько сколько на глаз я вижу столько и делаю так и так в общем продолжаем тюна ну тунец да вот такие вот пены маленькие макарошки вот такие вот нам нужно будет их про их нужно будет сварить затем нам понадобится болгарский перец любой у меня вот оказался оранжевый красный зеленый какой хотите красный для цвета будет красивенько нам понадобится совсем чуть-чуть вот буквально 22 палочки этого сельдерея потом лук тоже кто как любит вот мне кажется что мне это будет недостаточно потом я посмотрю вот можно использовать огурчики можно использовать каперсы но я не думаю что каперсы так легко найти да у нас в наших странах поэтому именно я и показываю что можно использовать будет огурчики я наверное положу и того и того немножко и нам понадобится укроп укроп господи вот яйца здесь я буду делать майонез я тоже уже говорила что мы никогда не покупаем готовый майонез вообще никогда по моему ни разу в америке до сон покупали мы когда-то готовы ни разу по моему за да вот почти уже три года жизни нашей здесь мы не покупали готовый майонез мы всегда делаем сами у нас видео кстати есть как мы делаем майонез ну может быть я вам еще покажу элементарно все ровно одну секунду вот в общем вот эти вот ингредиенты да все нам которые понадобятся для салата и я начинаю варить макарошки макарошки мои варятся я всегда добавляю я солю под саловую воду потому что я не люблю как бы когда вот сами сама паста потом она такая вообще никакая хотя вот муж например у меня варит он всегда он не солит ни воду не когда варится до паста он ничего не солит я солю присалываю воду и добавляю ложку масла не важно какого растительного там оливкового там подсолнечного неважно просто ложку масла чтобы они как бы вот масло окутывает да вот саму пасту и они как бы не слипается их не надо промывать в общем вот так вот итак я нарезала сельдерей стебиночке до вот такими вот кубиками и в общем то принцип такой что то все мы будем резать вот такими кубиками. То есть и перец, и лучок, все вот такими вот меленькими нарезается кубиками. По поводу все-таки немножко... Ой, сейчас, одну секунду. По поводу количества, да, все-таки скажу, ну так, чтобы хотя бы примерно иметь, имели вы, вернее, представление. Вот такая вот стандартная пачка, вот у меня было вот столько где-то. Я не знаю, сколько это там, как бы, да, чашек, ложек, поварежек, не знаю. Ну вот столько было у меня пасты. И на такое количество пасты я использую две вот таких вот баночки. Сколько здесь грамм? Короче, если вот написано в сухом виде, то это 144 грамма. Вот, две баночки вот этой тюны. Ну а там, я же говорю уже, там все остальное уже будете как бы готовить и уже по вкусу добавлять. В общем, сейчас я режу, да, сейчас я режу вот такими же кубиками перец и лук. Вот так тоненько я порезала лучок и маленькими кубиками, да. Ой, не могу открыть. Так, Соня мне вот не помогает, убежала. Я одной рукой, конечно... Так, и сейчас маленький трик такой, да, ну, как бы, показываю. Что я делаю? Лук, конечно, можно взять сладкий, но у меня вот не было на сегодняшний день сладкого лука. Вот у меня была там головочка лука. Вот, и я его немножко... Можно его промыть, если сильно горкий лук. В принципе, я как бы нормально, я люблю лук. И я немножко сбрызгиваю вот его бальзамическим уксусом. Вот чуть-чуть. Вроде, казалось бы, ничего такого особенного, но потом в салате он придает такую изюминку. Вот именно привкус такой вот вкусный получается от этого уксуса. Так, в общем, я открыла банки с тунцом. Водичка нам не нужна. Мы ее сливаем. Паста моя. Вот видите, сколько у меня получилось пасты. Так, вот. Всю я ее выкладываю, ну, вот, в овощи резанные. В принципе, можно было бы, конечно, лучше подождать, чтобы она остыла. Давайте-ка мы, пока я все доделаю, подождем, пока она остыла, потому что не очень хорошо. Так, а пока я сейчас выкладываю наш тунец. Я его вот так вот вилочкой хорошенько расковыряю, потому что, в принципе, он должен быть вот такой вот, однородной массы. Вот такой. Сори. Так, ну, в общем, короче, вы поняли, да? Вот так вот расковыриваю я тунец и добавляю. Кстати, что касается тунца. Честно говоря, вот как-то я не знаю, вот эти все блюда мы начали готовить здесь. Мы никогда не готовили вот эти блюда вот в Одессе, да, Соня? Вот скажи, вот мы как-то... Я, честно говоря, вот если вы спросите, я понятия не имею, у нас есть вообще тунец? Ну, есть, конечно, есть, но вот как бы сколько там он стоит, да, как он в собственном соку или в масле, как бы, вот я не знаю, вот. Не знаю. Наверное, есть, конечно же. Ну, не наверное, а есть, но просто там, как бы, цена, наверное, тоже такая. А, не очень. Так, ну, в общем, вы поняли, да, ребят? Все. Вот так вот. Вот так вот должно быть. Вот, и теперь я начинаю резать огурчики и буду сюда добавлять каперсы, и паста пока у нас остынет за это время. В общем, я порезала огурчики, вот столько вот у меня получилось, да, ну, как бы, кто-то, может, больше любит, кто-то меньше, вот в зависимости от, как бы, насколько они соленые, да, например, тоже, ну, в общем, вот так. А каперсов у меня получилось там где-то четверть, четвертинка баночки, вот той маленькой, которую я показывала. Вот, сейчас пока остывает паста, сейчас я буду делать майонез. В общем, я решила вам все-таки показать, как я делаю майонез, хотя у меня есть там отдельное видео об этом, ну, честно говоря, уже даже и не помню про это видео. Вот, ну, кому интересно, кстати, по поводу кулинарных всех наших шедевров, шедевров, вернее, скажем так, в плейлисты там, не помню, как называется, плейлист, ну, что-то мы готовим там или что-то такое, в общем, все туда, как говорится. Вот, значит, смотрите, ребят, я разбила яйцо, обыкновенное яйцо, да, вот, у меня получилось. Чуть больше, чем 50 грамм это заняло, 50 миллилитров вернее, да. И теперь я добавляю масло. Значит, с маслом у меня такая история, то есть тут же, как бы, методом пробы ошибок, да. Я делала раньше из оливкового масла, получается невкусно. Оливковое масло, ну, как бы, оно имеет, да, такое свойство горчить. Вот, я думаю, что вот если, наверное, нерафинированное, да, вот, то, может быть, оно будет, не будет горчить. Ну, вообще, вот, с вот таким вот экстра-вержен, да, вот, оливковым маслом, которое мы употребляем, майонез получается невкусный. Поэтому я вот беру теперь уже все-все последнее время, я беру обыкновенное наше подсолнечное масло и вот, кстати, добавляю его. Нужно, чтобы было масло на одно яйцо, у меня получается 200 грамм масла я добавляю. Сейчас, значит, сначала я посолю немножко яичком. Раньше, кстати, тоже, вот, по-моему, в том рецепте, по-моему, я добавляла горчицу. Кому, ложку горчицы, кому, как бы, вот, попробуйте, если интересно, кому-то вкус получается другой с горчицей. Немножко, ну, естественно, да, такой остренький получается, как бы, пикантный. Можно добавить сюда чеснок еще, можно, как бы, поперчить перчиком, да, то есть, как бы, тут уже, как говорится, на ваш вкус. Но сегодня вот я решила делать так, просто элементарно, самый элементарный. То есть, яйцо посолила и добавляю сейчас вот 200 грамм масла. Так, все у меня получилось, значит, теперь еще один маленький такой трик. Мне вот кто-то там, когда-то недавно писал, что вот я, почему, я делаю майонезы, у меня почему-то не получается, вот, как вы показывали. Не знаю, ребят, может, вы неправильно, как бы, его делаете. Тут фишка, знаете, еще в чем? Нужно накрыть вот самим венчиком вот так вот желток и пока ничего с ним не делать. То есть, вы его включаете и не елозите вверх-вниз, не поднимаете ничего. То есть, должны выходить такие струйки вот из-под этого венчика, должны выходить такие струйки уже именно вот, как бы, майонеза образовавшегося. Вот, потом в самом-самом конце можно чуть-чуть начать им шевелить, но вообще лучше им, как бы, вот, сначала не шевелить. Может быть, это вот в этом и есть, как говорится, вот фокус. Так, ребят, смотрите, вот такой получился у меня консистенция майонез. Вот такой вот. Ну, вот я сейчас попробовала в очередной раз. Мне кажется, надо было все-таки добавить ложечку, буквально, наверное, чайную ложечку уксуса. Можно даже бальзамического, наверное, уксуса. Но так как я сбрызнула вот здесь вот, да, помните, лучок я сбрызнула бальзамическим уксусом? Я думаю, что будет хорошо. Вот, ну, в принципе, класс. Вот, и я вам вначале показала два яйца. Я, как видите, я использовала одно яйцо, потому что я думаю, что вот этого вот количества майонеза мне будет вполне достаточно на вот это количество салата. Кстати, по поводу пасты. Вот почему вот рекомендую вам, видите, я вот так все по ходу, как начинаю готовить, так и потом приходят какие-то такие, оп, приходят нюансы свои. Вот, значит, смотрите, в очередной раз, да, пасту, как я сказала, что пусть она остынет сначала, вот потом мы ее уже добавляем. В самом конце, когда все ингредиенты у нас уже вот в миске. И вот смотрите, у меня вот осталось вот столько пасты. Я считаю, что, наверное, не нужно еще добавлять пасту, потому что будет как бы, ну что это, одни макароны лопать? Не очень, да? Поэтому вот, в принципе, вот посмотрите, на такую вот большую миску, вот то количество пасты, которое я показала, и еще остается вот, пожалуйста, что угодно с этой пастой можно сделать, правда? То есть это никогда не, оно не пропадет. Вот, все, теперь, сейчас я еще добавлю укропчика, заправляю все это дело майонезом и отправляю в холодильник, потому что этот салат, он, в общем-то, холодный салат кушают. Я вообще, между прочим, раньше никогда не любила, я не понимала, как это можно, вот салаты, да? У меня мама так, по крайней мере, в нашей семье было так. То есть мы даже, когда готовили оливье, мы как-то его не собирали. То есть мы вот, например, огурцы соленые, мы всегда добавляли уже непосредственно перед подачей на стол. То есть когда ты уже готовишь, накрываешь на стол, да, ты добавляешь уже врезанный салат соленые огурцы и заправляешь это майонезом и подаешь на стол. Здесь, в Америке, они все салаты заправляют и отправляют в холодильник. Ну, вот такая специфика. Я, как бы, раньше этого не знала и не видела. Сейчас, знаете, сама уже тоже так делаю. Сама, вот видите, все смешиваю, заправляю и все это в холодильнике стоит. Вот. Ну, все, потом вам покажу, как бы, уже готовый вариант. Итак, наш салатик готов. Прошло пару часиков, он охладился. И теперь время обедать. Вот такую порцию я съедаю на обед. Конечно, он очень калорийный, естественно, да, как вы понимаете. Но, в принципе, мне этого хватает до позднего вечера, а вечером уже там какие-то фруктики, что-нибудь такое. И на этом, как говорится, все. Я вот сейчас пока, как бы, делала все это и подумала о том, что наверняка можно сделать то же самое с куриным мясом. Правда? Интересная наверняка будет тоже идея. То есть, так же точно порезать куриную грудку, сварить ее, да, или, может, на гриле ее пожарить. И тоненько-тоненько ее меленько вот так вот порезать и сделать все то же самое, но с куриной грудкой. Я думаю, что будет очень неплохой вариант. Ну, все, ребята, всем приятного аппетита! Всем пока! Чао-ка-као!